Ишуа Машеха Спасителя мира Спасителя Тнотози свят Царя Израилева Царят на Израил Царят на Вселенной Царят на Вселенной Которого мы являемся санаследниками И не смейся наследницей на Того Царства Независимо от национальности Независимо от национальности В Иисусе Христе В Иисус Христос Все мы Сичкини Дети Божьи Мы все разные И смей различные всички Но все дороги Потому что Он нас всех возлюбил За что-то Той не возлюбил Всички Те В Иисусе Христе Амин Поэтому я рад быть на болгарской земле Немножко о себе скажу Мне сейчас 65 лет Я каждый раз об этом говорю И все-таки подговорю за то Не для того, чтобы меня как бы так вот Почитали по возрасту А то, что 65 лет я прожил на этой земле Благодаря Господу нашему И каждый день Уповая на Него Всеки ден уповавайки на Него Когда встаю рано утром Когато се освобождам рано с утра Говорю Спасибо Тебе, Господь И казвам Благодаря Ти, Господи Когато си лягам Говорю Господь, спасибо Тебе Хочу завтра С утра Я с тобой встретиться И ще се радам утре с утра Пак да се встречна с Теба Господь всегда Он рядом с нами Господ то е винаги до нас И сегодня хотел бы я поделиться Словом Божьим Искам да продължа темата Която започнах Която започна пастор Геннадий Това е проповед за защитата на вероучение Тази тема Или богословска дисциплина Одно из главных В образовательной системе Богословской школы На богословской школе И первым вопросом стоит Личность Иешуа Личность Иисуса Христа Его природа Иисус является Самой уникальной личностью Во всей вселенной Иисус се явява На най-уникалната личность В целата селена Он является Богом Той се явява Бог И явился человеком И Той се яви на хората В назначеното време Щоб взять на себя Человеческою природу За да вземе върху себе си Човешката природа Да се облече в нея И да соверши изкуплението И както писанието казва Первый Адам То есть человек Човек Перстный Из земли Човек от земята Второй Адам Господь с неба Господь от небе Бог Который Бог който Стал человеком Станет человек В первом послании Тимофея В первото послание На Тимотей В третя глава В 16 стихе Говорится Что Бог Пришел в этот мир Там се казва Че Бог Едошел в този свят Это е великая Благочестива тайна Бог явился Воплати Бог се яви В плотта И вот это Очень важна Съставляющая И това е Много важна Съставка В нашем веро В учение В нашето Вероисповедание В нашето упование На спасение В нашето упование На спасението В вечния живот Именно это Очень важен фактор Многие принимают Иисуса Христа Как человека Много хора Приемат Иисуса Христа Като човек С голяма буква Праведник Свят човек Пророк Учител Гуманист Но как Личность Бог Многими религиями Он отвергается От многото религии Той се Отблсква Если вы Знаете Что в Исламе Ако знаете Че в Ислам Написано Главное Ихней Мечети В Джамията Им Главное Пише У Аллаха Нету Сына Аллах Не ма Син Это конкретно Вызов Тому Что Иисус Не является Богом И Това Те направо Казывает Че Иисус Не е Бог Но тем не менее Есть и споры В кругу Христианских Има много Спорове В христианските Кругове Които Усповядват Иисус Като Спасител Месия Но Посланник Божий Не Бог Отчасти Приписываем Какую-то Божественность Но Не идентичность Богу Отцу И это Споры По сегодняшний день Существуют Тези спорове Продолжават Да Существуют До днешний день Но Ние сами Трябва Да Се Определим В тази Истина Бог Се Явил В плоти За нас Това Е Догма То есть Мы Это Принимаем Верно Но Пересказанным Откровением От кого-то Но Като Разказан Откровение От някого Или Получихме Го Лично Кто-то Может Сразу Это Получил Някой Может Би Го Получил Веднага Кто-то В пути Познания Бога Истинно Он Действительно Убедился То Что И 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 Чего Люд И И И Бог Потому Что Они Смотрят На Его Человечка природа И человеческое сознание не может принять то, что Бог всемогущий, который не может вместить вся Вселенная, мог поместить себя в одно из творений своих. Согласитесь, это как-то нелогично. Но в этом есть сакральность Божьей тайны. И в това се крие сакральность на Божьей тайны, неговото могущество, неговото милосердие, неговата доброта и любовь к Своему творению. И Высшим творением является Человек, который Бог сотворил по Своему образу и подобие. И поэтому Иисус есть единственный путь к спасению. Итак, тема моих проповедей сегодня – имейте вере в здравый духовный иммунитет. Все потому понимают, что у нас есть в нашем теле иммунитет, который отвечает за наше здоровье. И вот Бог мне дал хороший иммунитет, что мне сегодня 62 года, практически 25 лет, чуть больше, я не пью никакие таблетки, не принимаю никакие антибиотики. Буквально здесь, вот, 4 дня тому назад, я немножко простил. И при мен обикновенно минава така. Мой дух не принимает эту болезнь. Но тело сигнализирует моему разуму и чувствам, что... Но тело на моем мозък казва, что има в моем теле болезнь. Моя физическая иммунитет не принимает это. Там все вот эти вот паровозики, вагончики... Всички влакчета в организме на иммунной системе започвата да се активизирует. И не пускать. Пускать. Куда? И те не пускат. В дух. В дух. В душу. В душата. И потом уже тело, как бы, уже оно начинает функционировать с помощью иммунитета, чтобы вытеснить эту болезнь. Благодарение на иммунитет започва да функционирует как ту бюкну вену. Попросту, что объясняю. Когда болезнь проникает в наше тело, подобно как растение, дерево, пускает корни в землю. И, в первую очередь, это чувство. И, в первую очередь, твоя сочувствота. Души. Чувство-то сейчас на наша душа. И село все же там, о, Боже, ася разболях. И, чем мы серьезнее это принимаем, И, колко-то по-серьезному приемем этого, Идет сигнал в нашу иммунную систему, И он парализирует ее. Наш разум еще помогает. Ум наш помогает. Наша ум не помогает, Чтобы эти корни дальше проросли. Тези коренища да пророснут повече. И потом уже мы подпитываем эту болезнь. И после започваме да подпитваме тази болезнь. Поэтому нужно что? Эти корни Тези коренища Не впускать. Трябва да ги отрежем и да не ги пускаме. И това ни трябва вяра. Амин? И каждый человек имит эту веру. И всеки човек има тази веру. Но нам Бог дал другу еще веру. Но Бог ни даде още едва вера. Която се основава на Неговата истина. Вярата на Исус Христос. И Писание говорит, что ранами Его мы исцелились. Но очень важно понимать, что это факт де юра. Юридический факт. Что Он искупил нас. Что Той не искупил. Все человечество. Цяло то человечество. Это факт де юра. Юридический. Твой юридический факт. Но очень важно, чтобы в твоей моей жизни произошло де факто. Вот об этом хорошо объясняет учитель Библии. Затова много добре объясняет учителят на Библията. То вече на Небесата. Дерек Принц. Я в свое время читал его. Слушал. И он говорит, что это отождествление. Когда мы, то, что Иисус совершил в своей жизни, това, което Иисус и направил в свое живот, принимаем верой. Приемаем через вярото. Именно принимаем условия Бога. Приемаем условия это на Бог. На условиях Бога. Условия это на Бог. И тогда нам это вменяется. И в оправдание. Това не се вменява в праведността. И все то, что связано с обетуванием в Иисусе, мы веруем, принимаем и практикуем в своей жизни. И поэтому очень важно понимать, что вера наша должна быть здравой. Тя трябва да е здрава. Основана на истини. Основана върху истината. Не на догадках. Не на чувствах. А на Слове Божьем. А на Словето на Бог. Бог нам оставил прекрасную книгу. И Бог ни е оставил прекрасна книга, письмо до нас. Библия. Библия. Очень важно верить в то, что в ней написано. Много важно да верим в то, което написано в нея. От первой страницы до последней. И Слово Божье. И Слово Божье. Как раз-то и дает нам основание. То не дава основание. Верив в то, что Иисус Христос. Да верим в то, что Иисус Христос. Сын Божий. Божият Сын. Бог. Единственный путь к спасению. Единственный путь к спасению. Конечно, это делает, помогает нам это сделать Дух Святой. Това не помогает да направим Святя Дух. Но очень важно понимать, что наш естественный человеческий разум не способен понять да приеме то, что Слово Божье говорит. Поэтому мы благодарим нашего Господа Иисуса Христа и за това благодарим нашия Господь Иисус Христос Духа Святого. Итак, тема моя имейте вере в здраво духовно имитет и очень важно чтобы наша вера была сбалансирована с истина. И много важно верата ни да е сбалансирована с истината. Правильно разставлены приоритети. Правилно разпределени приоритети. Главное, важное и нужно. Здесь у нас бывают нескакие таки вот как бы понякога перекосы има разминаване в това. Итак, тема моей проповеди это духовный иммунитет и я хотел бы говорить сегодня о пагубных ересях. И искам договоря за пагубните апостол Петр в своем послании в втором послании предупреждает верующих. Той предупреждава верующите. Да отворим священное писание второе послание Петра второе Петрово послание и я достану свои тре очки очки длежат еще внутри быть. Я потом скажу о них. Итак, первая стиха, вторая глава. Вторая глава, первый стих. Были уже пророки в народе, как и у вас будут уже учители, которые ведут пагубные ереси и отвергая искупительно их искупившего его Господа навлекут сами на себя скорую погибеть. И многие последуют их разрату и через них путь истины будет поношение. Апостол Петр еще предупреждает что они всегда были и будут. Но в последнее время и будет больше которые отвергают Божественность Иисуса Христа, которые отвергают Единого Бога в трех в трех лицах и также искажая путь спасения. Иисус искривляет путь на спасение в вечном живет. И что касательно Божественного Христа я хотел бы несколько мест Писания упомянуть, чтобы мы были убеждены в том, что действительно Иисус является Богом. Его Божественная природа которая проявлялась в невидимом мире до того, как еще появился материальный мир. Он отначало был Бог. Писание говорит, что им все создано. И для Него от Него всичко было создано из-за Него. Начале было Слово, Слово было Бога, и Слово было Бог. Все начало через Него быть, что начало быть. И без Него ничего не начало быть. И без Него нищо не започнило да быть. Мы это принимаем как непредложную истину. не прием истинно. И поэтому для кого-то Иисус, то есть Бог, как бы появился как Бог, когда Он умер на кресте, они считают так, другие, когда Он водное крещение принял, Святее Дух Его посвятил, это частичное признание, что Его божество. он означало Бога. И когда Он пришел исполнить миссию спасения, Он не использовал своей божественной природой. Она должна быть исключена. Потому что Писание говорит, опять же, одним человеком вошел грех, и одним человеком он должен быть убежден. И поэтому Бог стал человеком, и Иисус использовал только своей человеческой природой. Но на Нем был Дух Святой, который помогал совершать служение, и потом Он зашел на крест, чтобы совершить искупление. Я не буду долго останавливаться на едином Боге в трех лицах. Это большая тема. Поэтому я пущусь до третьей темы. Это сатирология, то есть спасение человека. Спасение души человека, я думаю, это не совсем правильно. Неполно. Потому что мы состоим из трех частей. Тело, душа и дух. Каждый человек, который пришел в этот мир, без исключения, дух их, то есть наш дух, по отношению к Богу мертв. Это то место, где должна обитать Бог, Божий дух. Душа живая. душа живая. Мы воспринимем этот мир через тело. Глаза, уши, пяти органов чувства. И третия это тело. И трето это тело. Так, у нас есть тело, душа и дух. Это именно полнота, которая говорит о том, что это полный человек. Която указывает, что это цел человек, цел остатен человек. И поэтому, когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, Дух Святой оживляет наш Дух, так как Он был мертв по преступлениям нашим преступлениям. Когда Иисус говорит, что внутри вас есть Царствие Божие, я думаю, Он имел в виду Дух наш. Это Царствие Божие. В каждом человеке это есть место, где должен царствовать Бог. Дух Святой, Животворящий Дух. И когда эта метаморфоза с нами происходит, Дух нас возрождается, Священное Писание говорит о том, что в нас внутри рождается новый человек. По образу и подобию Божьему. По образ и подобие на Бога. Этот внешний человек, это наследие Адама, оно распятано на кресте, оно не наследует Царство Божьего. Об этом Священное Писание говорит. И эту природу невозможно изменить, довести до совершенства. Невозможно сменить и довести до совершенства. Мы стремимся делать добрые дела, соблюдаем Божьи заповеди, законы, и в какой-то момент достигли вершины и святые. И дальше живем святыми. Нет. Обаче не. Человеческая природа источна. Падшая природа е развалена. И когда Библия говорит о плоте, подозреваем падшая природа, ее невозможно изменить. Не е возможно да променим, да я върнем в първото состояние. И Бог именно задумал этот план дать новую природу. И Бог измислял този план да ни даде нова природа. Вутри в нас. Оживи наш дух. И Апостол Павел говорит, что внутри наш человек должен утверждаться в Исус Христос. Он говорит, а духи нашим? Не о душе он говорит. Той не понимает. Я никого не теряю. И този нов вътрешен човек трябва да се подпитва с Божи то Слово. Това е храната му за духа. Откровение Слова Рема. Поэтому наше тело мы питаем вот той твищей, которая растительна и животна. Душу питаем мы знанием, любознанием, любознательность, общением с друг другом. А дух он этим ничем не пользуется. Только Словом Божьим истины то есть сохраняя с Божи Слово, истината. Поэтому очень важно заботиться о своем теле и безопасностью души и безопасностью душата ни не забывайте, что важнее всего главное приоритет духа. поэтому есть пища телесная и пища душевная и пища духовная храна. Поэтому когда мы говорим о спасении, должны первым понимать, что должно произойти с человеком, верующим в Иисуса Христа. Исус помните говорит Никодиму. Один из учителей Израиля, когато Исус му казва трябва да се родиш свише. Той не е разбрал какво му казва Исус. Той втори път му казва да не родится от воды и духа не увидит царствие Божие и не войдет. И он буквально понимал это физически, что нужно опять как-то начать жизнь заново с нуля. Я думаю он был постарше меня, говоря, где-то около 90 лет ему было. Не знаю насколько это так. Может быть на 90-х годах не был, не знаю дали истина. И он наверное понимал, что будучи священником, учителем, кравином. Он не достиг совершенства. Которым призывает Тора. И он говорит, как мне идти вперед, опять в трубу матери войти, чтобы опять начать в лесно Исус говорит, ты же учитель Израилев, ты должен понимать дух писания, что именно и сама Тора дана была Израилю, одной из того, чтобы показать на одном конкретном народе, Божьем народе, что соблюдая, стараясь соблюдать Тору, даже прилагая немоверные усилия, никто не может дойти до совершенства. это не намаляя значение Тора, истин которые записаны в Торе, но он должен пройти к убеждению, что его естественная природа не может достигнуть этого, и также он должен исследовать Священное Писание, которое говорило о том, что через пророк Иремия Бог сказал, что тебе дам новое сердце, новое, и Бог уже это образно и насказательно он это в Ветхом Завете, как у нас написано Ветхий Завет, это неправильно считаю, Ветхий Завет, но он должен понять это, Той бы требовал да Го разберем Иисус говорит, Я есть путь истинной жизни и написано о нем, что Он есть Дух животворящий Он оживляет Человекский Дух и вот именно в отношении спасения мы должны понимать, что вот эта метаморфоза должна произойти с каждым из нас кой уже усещает че уже минал тази метаморфоза может быть я этим языком говорю вы не слышите но вы должны сердцем чувствовать но трябва да усещате с сердце с духом чувствовать если вы имеете нову природу то вы получаете сегодня пищу духовно для духа и поэтому главное чтобы вот это с нами произошло если это произошло то конечно же здесь нужно говорить о душе и апостолы говорят спасайте души ваши но по большому счету как бы есть основания что я спасен потому что я рожден свыше за что я духом святым одна часть моей сущности уже де-факто совершилась кто мне понимает следить за моей мыслью душа здесь есть несколько точек зрения гипотез я придерживаюсь такой гипотезы исходя опять же из писания как я понимаю разбирайки от писания когда Иисус говорит что плоти кровь царствия божьей наследуют он говорит о плоти о теле вот этом нашем теле а кровь но вообще то в крови душа живет во кровь тоже живет душа то я думаю что он говорит о нашей ветхой части вот этой падшей души она в царстве бога говорит застар это не душа я начинаю меня кистерять наверное но тем не менее постараюсь объяснить это моя гипотеза она не меняет основания просто одно из пониманий вот внутренне вот это перевоплощение то что внутри должно произойти разбираны за то которое случилось в нас вот эта часть нашей души ветхая она испорчена ее нужно подчинить духу нашему чтобы вот этот тендем все-таки начал существовать и как пример этому я говорю духовный смысл отношения между мужем и женой духовный смысл на отношения между мужем и женой напоминает об этом в Новом Завете посланник Эфесиан в 5 главе 25 стихе о церкви и он говорит о порядке подотчетности что жена да будет послушна мужу да будет послушна на мужа и когда если мы рассмотрим отношения между мужем и женой то мы можем в какой-то степени понимать отношения духа и души наш кто первым согрешил кой первым е направил греха жизнь Ева и душата и как апостол Павел предупреждает что смотрите что вы как бы как Ева не была обольщена дьявол он охотец оболз поэтому он охотец за нашей душой да не будьте исключения как Ева ее соблазнить да не будьте соблазнение умолять власть духа да не сильно умолять власть на духа и когда мы вот в этом рассматриваем вот эти наши внутренни состояния то нам становится более понятно поэтому жена должна быть послушна как теперь это сделать вот знаете моя жена видимо я жу да она только так улыбается хорошо но у нас бывают такие с ней стычки она очень сильная волевая женщина у нее там гремучая смесь и еврейская кровь цыганская гуцулская кровь и я как говорится тот еще и у нас иногда такой конфликт происходит и она мне говорит когда ты будешь похож на Иисуса Христа я буду послушать а я говорю когда ты будешь послушна как цара будешь называть меня господин тогда я буду стараться похожим на Иисуса Христа у вас проблемы ты должен переизмениться ты но мы должны понимать что она испорчена и она больше тяготеет имена к чему своеволю и тя повече своеволна не иска да будет послушна когда жена команда муж жены как ваши мужья как с вашими мужей когда у жен спрашивают они такие все нормально я смиренный перед него у мужей спрашиваешь там иногда бывает наоборот я думаю бывают и мужья виноваты не перекладывая все это ответственно на жену поэтому жена это наша душа и чтобы действительно вот этот порядок он состоялся такой правильный тенденк что нужно душа набить под закон ее так написано написано буквально смысл все так должно быть но эффекта не будет всегда будут споры в голове в голове скажем спасен или не спасен что смотри как спасен посмотри в Тора не спасен там много требований а я исполняю всички великолепный великолепный путь это нужно в духу возрастать да растем в духа в Бога но вот такой хороший пример когда муж начинает больше заботиться о жене так скажем деньги зарабатывать заботиться он возрастает то и возраства тогава жената грех не послушать и вот знаете моя жена была предпринимателем в свое время она работала в советское время за вмаг табаровед уважаемый человек уважаемый человек кто понимает такая самодостаточная была потом предпринимателем была а когда мы начали служить все это Бог убрал и теперь она чем хвалилась что имела уже не имеет поэтому раньше не могла мне сказать что ты мне там говоришь а ты на гитаре обринчишь музыкант и Бог так сделал что она стала под мою власть поэтому когда я так вначале начал конечно где-то жестко когда сам начал возрастать исполнять свою то она стала лояль послушнее поэтому мы должны понимать так же духовно когда мы начинаем послушно быть Богу духовно возрастать наш дух становится сильнее взрослее то и душа она уже молчу а если нет а если нет есть Тора има Тора когда апостол Павел послание Тимофея 1 послание Тимофея говорит что закон он добр но он говорит положен на кого на беззаконник и бесчинных то есть за беззаконници то есть именно Тора действует каким образом закон когда ты нарушаешь что-то оно начинает действовать започва да действ поэтому когда мы живем по духу то закон не властен над нами но когато се спускаме до плато тогда започва да действа закона Бог не го отменял и започва днес продолжава да действа и днес ако живеете по плато да я нарушавате закон любви Божия то как са на уровень плоти то есть жить душевними силами то результат будет я думаю тоже это хорошо отрезвляет иногда отрезвляет по это писание говорит отрезвитесь хорошо итак я дошел до важной такой темы которая сегодня актуальна это доктрин называется универсализм който има в себе гуманизм человекоцентризм не христоцентризм а человекоцентризм где происходит подмена понятий искажение истины изказаването на искривяването на истин спекуляция Божия любов и Божиим судом в каком смысл исус все совершил на кресте исус всичко е направил на креста это в ветхом завете Бог е бил жесток очень серьезный но жертва исуса Христа умилостивлила его как написано да то теперь как бы все Бог он ну такой просто добрый дедушка это как в том мультфильме помните подставлен Печкин кто видел это простоклассивно ну кто в советское время помните помните подставлен Печкин все время там строил всякие козни а когда у него появился велосипед он говорит почему я раньше был злой потому что велосипеда не было а сейчас велосипед есть и теперь я такой добрый и получил кулиоз започтно пусть это утрирно но как будто Бог он тогда был вот злой справедливый справедливый судья справедливый судья вот когда Иисус умрял на кресте Бог удовлетворился этой жертвой и стал мягким и добрым все любовью мы не должны путать человеческий гуманизм Божия любовь мы должны понимать что стоило это Богу какая цена какая цена была на тази жертва поэтому так же послание к евреям апостол Павел предупреждает если мы произвольно грешим то не остается больше жертвой и тот опирается на Божию кровь Иисуса Христа не почитает за святыню и духа благодати оставляет кровь на Иисус Христос поэтому мы должны именно вот том что сегодня есть много учений которые дают крен в эту сторону человекоцентризм в этой доктрине можно сказать есть также уже учения они ну еще наверное во втором где-то или в третьем говорят в четвертом веке уже утвердились это учения очистилища мытарствах которые по сегодняшний день существуют в католицизме и православии слышали да то есть Бог не до конца гневается но они попадут конечно вот за свои грехи христиане верующие в Иисуса Христа со всеми теми которые не веруют в Бога но для них вот особый путь очищения там в Аду в Шуоле в Чистилище они там несколько кругов пройдут сдадут экзамены бонусы наберут потом когда на суде они предстанут Белого престола все эти книги раскроются все сплюсуют дебет-кребет подобьют скажут ну все ты достиг спасения а если не хватает этих бонусов есть еще ведь это культ Богородицы Марии Мария которую вот воспринимают как со спасительницей и это спекуляция святынями и когда мы протестанты и иванские христиане основат на Словом Божьем понимаем действительно искупительную роль Иисуса Христа только Он это совершил и Он имеет только право быть ходатаем заступником потому что Он заплатил это цена и мы говорим что Мария да она заслужит уважение почтение но не Бога поклонение она не является ходатаем спасителем правом Иисуса но вот эта вот ересь она сегодня существует это спекуляция одно из проявлений гуманизма человекоцентризм которым и сегодня протестантское течение тоже заражено вы в протестантской церкви днес ее называют гиперблагодать гиперблагодать я знаю кому-то сейчас будет резать это ухо или сердце что будет неприятно но я думаю но я думаю на следующий проповедь если мне Господь позволит объясню может быть на следующий проповедь такую имам возможность что объяснял провести водораздел понимание Божьей благодати Божьей благодать спаситель научает нас жить в этом мире благочестиво и есть вещи которые действительно нам даны в Исусе Христе но вот если мы будем сопоставлять с условиями Ветхого завета больше свободы получавам повече свобода писание говорит что в Исусе Христе мы новое творение и так же апостол Павел дали говорит как мы с посланий что мы имеем свободу но так же он предупреждает но все что предупреждава смотрите чтобы эта свобода не послужила угождению плоти да не угождава плотта немножко остановлюсь здесь понимание в 8 главе послания к Римлянам апостол Павел говори что тот кто живет по плоти он может умереть как духовно дух может умереть живущие по плоти угодить Богу не могут и я думаю одна из больших проблем когда невозрожденные христиане хотя это му странно звучит они принимают к себе отрежствляют именно эту свободу на уровне вот этой своей невозрожденной природы кто не понимает это никто не потерял и поэтому они говорят об этой свободе есть свобода в Духе Святом от греха в первую очередь вот чем первая наша свобода которую нам гарантирует Господь мы не под властью греха если мы рождены свыше и когда это учение оно правильное с одной стороны когда я слушал эти учения о благодати о милости Божьей прощении Божьей но сегодня появилось учение для на воскресло оно было тоже в начале это всегда было в истории церкви разно рода я христиан я родился в христиан в христиан я в детстве очень много видел чудес я в детстве знаю Бога я не из атаистов уверавших но когда я родился свыше я могу сопоставлять мою религиозную жизнь ну невозрожденного и возрожденных и возрожденных и моё живот какого-то вечера среди свыше и поэтому очень важно понимать что возрожденная природа наша она наследует все обетования Иисуса Христа и учение о благодати у нас церковь называется благодать церковь которую Бог позволил мне открыть 25 лет тому назад церковь которую Бог позволил до утворя преди 25 години до этого времени был пастором и бях пастор в тази церкви она названа благодать я много говорил о благодати я все учения о благодати изучил и применял их и научих и приемах ну не до крайности конечно же но тем не менее я могу об этом говорить на своем личном опыте поэтому когда мы родились свыше Бог простил нам все наши прежние грехи и нам не нужно в них каяться понимаете потому что именно жертва Иисуса Христа гарантирует нам что нам прощили все наши прошлые грехи особенно женщины сестры аборты делали будешь неверующие ко мне верующие некоторые обращались някои вярващи са обращали към мен они говорят Бог не наверно не простил те казват може Бог няма да ме прости защото някак убих детето си в червото когда когда именно вот это чувство вина человека преследует за прошлые грехи как вы каждый каждый из вас думает Господь простил вам прошлые грехи когда вы уверены Иисуса Христа когда вы приняли Духа Святого это гаранта что Бог простил вам все ваши грехи какой бы тяжести ни бы ни были и нам не нужно к ним обращаться возвращаться покаянием при осмыслении да при осмыслении да я как вспомню так вздрогну а как вздрогну так вспомню как я вспомни то что когда ты я сделал будешь уже вот верующий я навзрагив да ты же вот это я тогда и я знал что Бог простил мне но когда я сегодня живу уже жизнью христианина я согрешаю я не делаю тих явных грехов которые раньше делал я благодарен Богу как только я уверовал я любил это дело музыканты все любят без 100 грамм как ты видишь надо что чувствовать или музыканты часто обичат догупел и ресторанов не вылазил и не сам напускал ресторан музыкант был еще драчун был все что себе их ресторан нехорошие но и другие были грехи имах и другие греховые я как вспомню сейчас господи боже что я творил как ты это все терпел как ты терпел всичко но нет осуждения но няма осуждения осуждений потому что господь простил мои грехи но сегодня где-то я делаю что-то неправильно то если я живу по духу но живи по духу он не обличает там неправильно где-то поступил неправильно что ты направил някъде какой части своей сущности душою мы душою грешим кто понимает если наш дух возрожден дух наш не грешит но есть опасность что и дух может быть освернен я в нашей проповеди об этом буду говорить но тем не менее от этой части мы грешим душою грешим душа куда ты лезешь и жената когда уйдешь преди мен Бог нам дал что Бог не дал какво оправдание в Иисус Христе вера послания и Иоанна 9 глава 9 стих если исповедуем грехи наши то он будет верен на праведе то и верен на праведе то и ще прости нашите грехове и ще ни очистим от всякаква неправда така пише в Библията для возрожденных христиан Иоанн пишет и он говорит дальше что если мы говорим что мы без греха то мы что Бог представляем поживо В нашей верхней природе еще есть этот закон греха, дорогие мои. Об этом послании к Римлянам, восьмое, пятое, шестое, седьмое главе апостол Павел разворачивает эту проблему греха. И в седьмой главе он приходит к такому, что я хочу делать доброе, то, говорит, грех, что поставит мне другой закон греха, противничный грех. И далее он говорит, что, что хочу делать, я не делаю, что не хочу делать, и не живет во мне, потом поясняет, то есть в моей плоти, в ветхой природе ничего хорошего. Кто понимает, о чем я говорю? В твоей и моей природе, ветхой, не живет ничего хорошего. А если что-то живет еще, то дух что-то потрудится? Чтобы открыть тебе глаза, ты сам убедился, да, не живет во мне, ничего хорошего. Поэтому, если кто не спрятался, я не виноват. Если Дух Святой отойдет от меня, я боюсь этого. Хорошо, это так моя реплика. Итак, в чем же, я заканчиваю, наверное, я много в своей церкви долго проповедую. Я увлекся, наверное, я вижу уже. Не вмещаете. Хорошо, я перенесу на другой день проповедь эту тему. Продолжу. Итак, я хочу тогда подвести какое-то так вот резюме того, что действительно... В отношении гуманизма, человекоцентризма, мы должны исследовать себя. Чему мы больше именно даем в нашей природе или в нашем естестве командовать в приоритетах. Какие приоритеты им мы? Наша духовная жизнь. Нашият духовен живот. Жизнь Духа. Животно Духа. В чем заключается? Какво се заключава Той? Общение с Богом. Общуване с Бог. Через Духа Святого. Через Святия Дух. Истина, Слово Божие. И когда мы питаем свой Дух здоровой пищей, мы вырабатываем духовна храна, тогава имаме здрав иммунитет от всякаква ерис. Поэтому самое главное, я надеюсь, вы придете в следующий раз послушать, что я скажу. Мисля, че казах на главното днеска. Чтобы именно духовный иммунитет наш был здравым. Все должно быть на своем месте. За да имаме здрав иммунитет, все трябва да е порадо. Попечение о душе. Трябва да се грижим за душата. И о духе. И за духа. Но большей части мы заботимся всего. А теле своем. И душа наша более всего клонна. Често се грижим за тялото. Привязана к телу. И душата е превързана к тялото. И это нормально с едною стороне. Това е нормално с едната страна. Но должно быть правильный баланс. Трябва да имам правильный баланс. Мне напоминает басню Крылова. Това ми напомня баснята на Крылов. Лебедь, рак и щука. Посмотрите. Щука и рак в одну сторону тянут. Те започват да дърпат всичко. А лебедь. Да се оттимат в различни страни. Вот очень важно. Това, каквото цяло душа и дух. И този рак, който оттима назад. Трябва да бъде послушен на лебедь. Естественно. Но тем не менее. Хорошо. Пусть Господь благослови нас в этом. Амин. Чтобы наш духовен иммунитет бъл здоров. Амин. Господь благослови нас всех. Господи благослови нас всех. Пусть Твоя милость и благость прибудет на нас. Твоя милость и благослови нас. Мы благодарим Тебя. То, что Ты искупил нас, оправдал нас. Дал нам новую природу. Запиши нас Духом Святым. Исполни не сосвятия Дух. И не помогни. Внутрен в нашем мире. В нашем естестве. Разставить все правильно. Да. Приоритетов. Чтобы наш Дух. И наш Дух. Главенством в нашей Душой. Да бъде главен. И чтобы Душа. И Душата. Она бъде послушна на Духа. Пусть во всем будет в этом здоровый. И нека во всичко това. Да бъде здрава работа. Что нам представлять Духом, Душой и Телом. Нашего Господа, Иисуса Христа. Амин. Будьте благословенны. Вся слава Иисуса.